в первую очередь хочу сказать что действительно градиент может быть легким быстрым при знании определенных некоторых нюансов но наверное для начала я еще расскажу пару слов о себе кто я что я потому что далеко не все меня знают 8 лет я уже в ногтевой индустрии 7 лет из них я обучаю у меня также есть ногтевая студия ногтевой магазин и помимо меня есть инструкторы которые также обучают и создаем мы вместе мастеров с нуля до топ и важная ступенька которая у меня сейчас тоже происходит это создание онлайн-курса и как раз таки онлайн-курс будет у меня на тему градиента которую мы сегодня с вами затронем но конечно же в рамках мастер-класса объять невозможно все что хотелось бы поэтому будем рассматривать основные нюансы и так что нужно знать мастеру маникюра чтобы сделать красивый плавный переход это было действительно легко основы колористики если мы рассмотрим с вами цветовой круг будет видно здесь не будет да покажу просто на телефончике есть базовые три цвета из которых образуются все остальные есть первичные цвета вторичные цвета которые за нашим основным треугольником и третичные которые уже далее чтобы образовать весь спектр оттенков мы с вами добавляем пигмент либо белый либо черный и таким образом у нас будет высветление либо затемнение оттенков и если посмотреть на вот такого формата тоже цветовой круг можно иметь всегда перед собой шпаргалку если вдруг нет возможности запомнить какие цвета за каким следуют и это будет вашей подсказкой какие цвета нужно брать какие брать не то чтобы не нужно но чтобы облегчить вам же работу когда цвет расположен напротив друг друга это называется контрастное сочетание оно будет безумно сложным и просто-напросто будет появляться грязь между оттенками чтобы этого не допустить нам нужно от одного цвета до другого пройти либо через гамму например мы хотим от желто-зеленого до красно-фиолетового нам нужно пройти через гамму либо оранжево-красную либо же через синий зеленую да через синий зеленый и таким образом мы добьемся чистоты цвета мы добьемся красивого плавного перехода и по центру не получится каких-то неожиданных оттенков например если мы красный зеленым сочетаем то у нас по центру получится коричневый и будет откровенно говоря не очень в голове клиента может быть картина немножечко другая и вообще не рекомендую брать сочетания которые вы не пробовали в работе вы не знаете как они себя друг с дружкой поведут и лучше клиенту сказать давай я к следующему нашему визиту подготовлю для тебя образцы и мы с вами мы с тобой уже сделаем тот вариант который тебе понравится вот и вы опять-таки будете понимать еще и ваши материалы это тоже момент который я проговорю помимо контрастных сочетаний у нас могут быть сочетания тональные то есть по одной шкале скажем так одного оттенка вы захотели сделать из темного цвета в светлый если вы возьмете опять-таки эти два оттенка напрямую то будут опять же трудности поэтому лучше взять несколько второстепенных облегчить себе жизнь и сделать чистый красивый градиент то есть если мы берем множество оттенков это не значит что будет сложно и сейчас мы на примере я буду уже демонстрировать разберем сначала пастельное сочетание вообще пастельные сочетания которые на основе диоксида титана то есть с использованием белого пигмента они у нас самые простенькие в работе и очень эффектно выглядит кисточкой которой мы будем работать это вот такой вот гребешок она не должна быть очень плотной и не должна быть достаточно такой огромной вилочкой если вы возьмете кисть которая широкая но это просто напросто будет неудобно в работе на ногтях да вот возьмем даже мою ручку на мизинце будет просто грязь образовываться но нужно приноровиться поэтому средненький размер и не очень плотно иначе она весь материал будет собирать с типса с вашего ногтя в первую очередь и будет оставаться лысый градиент кисточку перед началом работы всегда смачиваю освежаю и теперь моя задача нанести в нужных пропорциях какие должны быть пропорции если это техника будет у нас по мокрому я вам расскажу как по мокрому так и по акрилу то первым будем рассматривать по мокрому возьмем розовенький около кутикулы когда вы работаете со сближенными цветами то вообще не принципиально какой цвет будет около кутикулы наношу я его на одну треть и даже оставляю небольшое количество на границе затем возьмем такой небесно красивый голубой и тонко нанесем его в стык к розовому жирно наносить не нужно по той простой причине что у вас будет все плыть у нас у клиентов есть еще боковые валики которые тоже могут быть испачканы будет уже все не так аккуратно как могло бы быть и затем нам надо вот эту границу которая перед нами присутствует ее разбить если мы будем двигаться в нашей техники которую я вам сейчас покажу изначально и не разобьем эту границу у нас будет все равно не чисто хотя если легкие растяжки рассматривать в них возможно сделать с первого раза если это будут сложные то нам нужно однозначно будет делать себе за счет разбивки второстепенный оттенок и как осуществляется разбивка такой момент расскажу про кисточку кисточка не должна лежать у нас плоско по отношению к ногтю она не должна быть сильно задрана она находится под градусом примерно 45 и работает она буквально тремя двумя тремя миллиметрами от своей плоскости то есть не мы не должны на нее сильно нажимать и не должны работать кончиком и моя задача сейчас разрезать вот эту вот границу путем таких удлиненных движений то есть смотрите я делаю движение захватываю нижний второй цвет голубой и переставляю его на 1 таким образом я создаю как бы небольшой замес если отдалить пальчик типсу то мы можем увидеть что граница еще присутствует чтобы мне ее тоже убрать я еще раз таким же образом разрезаю разбиваю границу так часто пока мне у меня не сольется примерно в единый градиент в такой то есть он будет грязный он будет такой урод но примерно какое-то сочетание уже получается и теперь я кисточку протираю полностью протираю протираю за счет спирта и моя задача с самого верха постепенно подтягивать материал небольшими шажками под градусом 45 как я говорила и таким образом мы собираем материал образуем ее в небольшую колбаску так я и буду ее называть колбаской и эта колбаска она должна находиться под кисточкой то есть не кончик на самой колбаске если вы будете нажимать на сам материал то мы будем разбивать цвета и получится что будет у нас граница и плавности никакой не будет моя задача подбивать вот эту вот колбаску за счет нее перемешивается два оттенка и получается плавность очень часто на курсах у меня на оффлайн курсах мастера делают огромные движения тем самым пытаются быстрее закончить типсу но за счет быстроты и длины штрихов чище не получится то есть градиент это тупо техника это достаточно монотонная такая работа я сейчас все это буду сушить это монотонная работа скажем так медитация и требует конечно некоторого терпения в работе очень часто бывает что когда сложные сочетания берутся то мастера как раз таки могут психовать то что у них не получается но иногда это бывает просто-напросто из-за того что взяли не нужны не те цвета взяли не ту плотность оттенков потому что если вы возьмете плотный оттенок и какой-то такой жиденький жидкий оттенок даст вам полупрозрачность процессе и вам придется из-за него одного делать множество дополнительных слоев я сейчас прокомментирую что я делаю я делаю точно также точно то же самое наношу на одну треть розовый оттенок и голубой тоненько встык к розовому также нанесу и уже потеряла мысль что я рассказывала до этого так ладно сейчас вспомню расскажу нанесла и моя задача снова разрезать вот эту вот границу удлиненными движениями мы разрезаем то есть не надо самого начала кисточку ставить прям на первом цвете но выше чем граница видим еще одну границу еще разрезаем то есть разбиваем вот эту вот вот этот стык до конца опять-таки доходить не нужно нужно добиться более-менее такого корявенького но градиента кто-то уже иногда такое сушит и уже типа градиент и опять же на чистовую мы начинаем проходиться самого верха до самого низа медитируем тут не нужно никаких умений в рисовании тут нужно понимание колористики понимание плотности цветов а кстати вспомнила я про плотность говорила если вдруг все-таки попался один какой-то цвет вы его не проверили он пляшивит просто замените на следующем слое на какой-то другой но плотный ну в смысле такого же оттенка но более плотный не нужно переделывать полностью первый слой и дохожу до самого конца типса конечно кажется такая слегка плешивая на ногте когда у нас есть подложка у нас в два слоя вполне себе плотно все лежит и ну если вдруг видите проплешины можно сделать и третий и всегда еще обращайте внимание чтобы на кончике не было лепешек таких плюшечек чтобы не было толщины и вот этот вот типсик мы теперь сушим я бы сделала на нем еще и третий но не буду сейчас тратить время перекроем это дело топом когда вы берете сочетание темное и светлое то темный лучше ставить цвет около кутикулы вот как у меня например на руке по той простой причине что вводить светлый в темный будет сложнее пигментация светлого будет очень сильно ползти на темный а вот темный он как раз будет сам поджирать светлый тут надо немножечко будет проконтролировать чтобы он не съел светлый цвет вовсе и сейчас я топом все это дело закрываю топ сглаживает все неровности если кажется что он такой целлюлитный как я называю топ он все сглаживает и вообще этого ни разу не становится невидным перекрываем создаем красивый блик на типсе конечно это сделать сложнее из-за того что они в конце вздернуты всегда и перейдем к сочетанию другому возьмем сочетание неоновая очень круто подходит точнее любят девочки в летний период и возьмем сочетание вот таких вот желтенькая и оранжевенькая что мы будем делать сейчас будет техника по акрилу моя любимая излюбленные все сложные сочетания я выполняю именно по акрилу в последнее время хотя по мокрому для легких растяжек как бы легкие растяжки по мокрому сложные растяжки по акрилу моем случае сейчас здесь растяжка выполнена по акрилу и так что я хотела когда вы работаете по акрилу техника нанесения будет немножечко иная и сейчас мы возьмем желтенький и супер тонко я наношу цвет даже в идеале вообще можно взять отдельную кисточку но тип такой но я просто чтобы время совсем сильно не тратить мне она не помешает очень-очень тонко наношу не доходя до кутикулы то есть прям с отступом прям втираю в нашу базу представим что она там есть и за счет этой подложки у меня будет яркость у слоев уже на сразу же на автомате то есть я сделаю первый сейчас слой он будет уже яркий и желтый останется желтым беру акриловую пудру и и и сейчас засыпаем акрил прям в мокрый непросушенный слойчик так у меня тут драгоценный акрил и засыпаем типсинку так спойлер на руках проще делать градиент чем на типсах они не такие большие не такие широкие не такие длинные зачастую и и получается все намного легче быстрее и иногда даже не то чтобы красивее но в общем легче так то что у нас этот сохнет тут у нас получилась такая нежность розово-голубая поставив бы голубой сверху розовый снизу получилось бы все идентично единственное вы еще должны контролировать пропорцию нанесения потому что бывает что например я нанесла как положено одна треть первого цвета второй цвет на две трети и при смешивании у меня начал верхний цвет например все съедать и остался весь один розовый на последующих слоях я могу просто это дело все скорректировать то есть не страшно пусть он съел есть конечно он совсем не съел тогда лучше переделать сейчас я стряхиваю акрильчик и моя задача я прям на крышечку себе нанесу материал моя задача сейчас как раз таки отдельной кисточкой взять лак потому что здесь наша задача делать тонкими слоями а не мокрыми не толстыми и наношу чуть выше чем та граница которая у меня есть это нужно для того чтобы ну естественно прокрасить потом в дальнейшем в зоне кутикулы и не было никакой вот этой ступеньки никакого мусора под кутикулой в виде акриловой пудры очень часто мастера плюются из серии мне не нравится по акрилу потому что у меня все в акриле и все получается не очень я нанесу сейчас чуть больше чем на одну треть прям немножечко больше потому что по акрилу не так первый цвет съедает второй они в большинстве случаев остаются скажем так на месте чем облегчает процесс выполнения акрил в работе у нас будет за счет акрила за счет крупина как бы материал раскладываться между между них и будет получаться эффект ну плавнее потому что все таки в пам по мокрой в технике по мокрому мне нужно убрать все полосы абсолютно и таким образом я нанесла так моя кисточка можно разрезать можно не разрезать то есть если хочу разрезать вдруг границу хотя оранжевый и желтый они расположены на цветовом круге да они расположены у нас рядышком то есть когда мы берем рядом стоящие цвета получается всегда намного плавнее и красивее то есть не нужно изобретать велосипед какой-то и брать сверх контрастные оттенки чем проще тем красивее тем симпатичнее получается вот если вдруг вы понимаете что нет для меня это очень контрастно я все-таки разобью но здесь момент такой мы уже кисточку держим не под 45 градусов а плоско и очень хорошо на нее нажимаем так начнем сверху теперь идем на чистовую я чуть-чуть разрезала и теперь прям втаптываю втаптываю мой оранжевый в желтый втаптываю очень-очень хорошо даже маловато я нанесла я бы так сказала можно было бы побольше материала и тянем до самого конца то есть как видите я назад не возвращаюсь это иначе я испачкаю все что сверху тем который тем оттенком которые у меня уже внизу и доводим до самого конца если вдруг будете чувствовать что слишком оранжевый получается кисточку можно протереть а фольгу либо вообще промыть но если вы промоете вы начнете еще больше собирать стипсинки вот и таким образом у меня получается оранжево-желтенький переход но я вижу что у меня вот здесь вот косяк я не дожала материал потому что его маловато было и что я могу сделать я могу поставить кисточку перпендикулярно и вот таким образом немножечко подразбить мою границу я не знаю видно было там этот косяк или нет обычно такие мелочи сложно передать но я такой задрот и мне не нравится каждая полосюшка которая вдруг может присутствовать вот я ее подобрала и желтый остается желтым очень сложно обычно желтый его добиться именно чтобы желтый остался желтым в случае по акрилу желтый у меня всегда оставался желтым вот например смотрите сочетание такие как закатные вот очень любят клиенты очень эффектно выглядит и желтый как бы на месте когда у меня есть задача его оставить желтым я его оставлю желтым когда нет задачи он может слегка видоизмениться получиться может новый оттенок и получится тоже красиво далее я делаю все точно так же но сейчас нанесу чуть чуть побольше поплотнее чтобы у меня было я работаю прям по тому слою который у меня сейчас получается есть никакого дополнительного акрила я не наношу у меня скажем так пол слоя акрила осталось то есть все равно еще ноготок шершавый и наносим сейчас чуть больше и наносим желтенький аганки с недомыла возьмем желтый и и тонко в стык наносим к оранжевым если залезете вдруг там сверху на оранжевый ничего страшного нет нам нужно все равно вот это вот разбитие единственное важно чтобы ну не испачкали да весь всю вторую половину ноготка и теперь то же самое кисточка у нас чистенькая самого верха мы начинаем вдавливать кисть в типсу разбивая точнее не разбивая просто уже прочищая границу разбивку я сейчас здесь никакую не делала потому что я желтым подзалезла на рыжий специально но это мне уже облегчило работу если я вот чувствую что у меня рыжего например сейчас много я кисточку протерла и дальше начала продолжаю и доводим до самого конца не оставляем никаких лепешечек наплывов получается у нас красивая плавность такой вот огонек у нас вышел когда мы покрываем топом мы опять же сглаживаем все мелкие крупинки но за счет того что я не делала на втором слое никакого дополнительного акрила у меня практически типс сейчас как будто бы он покрыт просто одним слоем лака и все очень красивенько так сушим возьмем топ и сглаживаем перекрываем все это и создаем красивый блик на округлых на овальных типсах рекомендую вообще делать себе образцы потому что они конечно больше привлекают внимание так какая-то у меня тут что-то попало даже однотонные вашу палитру ногтевую однотонную тоже когда она будет на миндалях она будет более продающая нежели чем на квадратах что там попало что-то там попало ладно если вдруг вы закосипорили вашу типсину точнее клиента в первую очередь вы можете взять топ с блесточками сделать клиенту скидку и топ с блесточками он классно все у вас сгладит только не думайте что у меня здесь топ с блесточками там какие-то косяки нет просто не захотелось сделать такого северного сияния так мы это дело сейчас просушим матовый топ он только подчеркивает косяки поэтому если вы вдруг вздумали сделать с матовым топом клиент хочет с матовым то нужно делать красивый плавный переход ну либо сделать топ с блесточками сверху матовый топ либо в таком формате вообще сочетание с блестками пока сохнет я просто вам буду заполнять время сушки сочетание с блестками они вообще самые простые и смотрится очень воздушно эффектно красиво особенно для тех клиенток подходит кто не может себе позволить яркие оттенки в силу своей профессии и ну в общем очень нежно это получается а если мы возьмем блестки контрастные то тут лучше опять-таки прибегнуть к правилам цветового круга что мы берем сближенные цвета то есть например синий зеленый да и они красиво плавно вошли друг дружку дружку синий фиолетовый вот они все по кругу стоят зеленый с синим вот он красивый фиолетовый опять-таки в обратку немножко с зеленым да но они рядом стоят тоже красиво получилось плавно если бы я взяла зеленый и красный то уже были бы опять трудности потому что они как бы контрастные мы должны это очень хорошо помнить так дальше у нас высох типсик получилось вот так вот симпатичненько сочненько по летнему в холодный наш период нынешний и еще последний вариант который мы разберем это сочетание из трех цветов и возьмем мы красивую морскую волну тоже по акрилу сейчас я подготовлю свою палитручку в виде крышечки под новые цвета то есть не берем оттенки прямо из флакона потому что кисть родная она из себя очень много отдаст материала на ноготь и что мы делаем мы прям берем свою либо полипанельку либо я просто забыла свою полипанельку либо палитрочку этот не палитрочку фольгушечку и наносим волочки и вот здесь в данном случае я вам еще покажу одну штучку вроде это как раз таки тот самый оттенок который немножечко жидковастый и он не даст ту плотность с первого раза около кутикулы которую бы я хотела чтобы у меня была и моя задача сейчас взять самый светлый оттенок и прям тонко-тонко я наношу на ноготок смотрим чтобы не было никаких там чужеземцев засыпаем акрильчиком чтобы он полностью стал матовым не плюхайте сразу прям кучу акрила и не делайте толстый слой по той простой причине что будет просто кучкой непонятно лежать он сушим у меня тут немножко все в акриле сейчас протрем здесь обычный спирт напомню кисточку промою и моя задача сейчас стряхнуть излишки какие-либо взять первый цвет который будет темный работаю только с палитры не из флаконов наношу я его на одну пятую если нанесу его много он съест мои все светлые оттенки которые будут ниже и здесь кстати получается у нас будет такой тональный градиент неконтрастный тональный наношу его ну вот так вот толстенько не делаем тонко и как бы горизонтальные линии не нужно делать дуг мне не нравится когда делают дугами берем второй цвет и наносим его также тонко до середины до середины ногтя на оставшуюся половину ногтя у меня будет приходиться самый последний цвет потому что он будет очень активно подъедаться предыдущими если я его нанесу совсем чуть-чуть то его вообще и не останется и беру мятный наносим в стык опять же тонко но последний финальный оттенок я могу нанести потолще чтобы он все таки не потерялся на кончике что мы теперь делаем я без всяких разбилок начну смешивать мои цвета с самого верха плоской кисточкой подтягиваю материал как будто бы у меня тут колбаска присутствует но ее тут нет потому что тут все сухо и мокро мокроты вот этой вот нету объема материала нету и вот я уже раз первую разбивку сделала в процессе у меня уже замес произошел и теперь перехожу от второго цвета к третьему точно так же двигаюсь все одними и теми же идентичными шажками штришками и доходим до самого низа подбираем все остатки вот получается уже плавность и немножечко да нет вроде все вполне вполне себе для первого слоя если вдруг у вас грязно получилось вы просто протерли кисть и заново начали проходиться я изначально когда только начинала делать градиент я делала по сто пятьсот прохождений да у меня там слезал материал весь уже с ногтя ну скажем так когда сухо ну смешивание тоже не очень получается а когда есть все таки что смешивать у нас переход получается мы это дело сушим и так как у меня цвет который темный ой он такой плешивый я вижу что темноты нету той которую я хотела бы получить за два слоя я буду делать своего рода такую заплатку беру темный цвет и наношу небольшим количеством о кутикулы нанесла теперь беру мою кисть для градиента и начинаю разбивать границу которая как бы с ничем с липкостью она только от предыдущего слоя я прям втаптываю 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 тем самым ярче сделала начало ногтя и все это сушу а уже далее я буду делать полноценный слой то есть зачем мне делать три слоя тратить на это время если я могу сделать вот такую вот маленькую заплаточку и она мне облегчит и жизнь в работе и уплотнит либо я бы просто поменяла оттенок на какой-то более плотный к примеру подобный но плотный прямо на последующем слое могла бы это сделать и теперь моя задача сделать еще один слой по остаточным вкраплениям акрила который у меня какой-никакой но присутствует так берем второй цвет тоненько наносим у меня чуть дальше середины получилось но ничего страшного как бы градиент еще такая штука вы должны уметь в процессе если что вдруг где-то что-то подправить на последующем слое заменить где-то цвет пропорцию и остатки типсы закрываю уже самым светлым оттенком и что мы делаем опять работа монотонная с самого верха начинаем ползти к границе не перебегаем очень часто бывает что вот ученики у меня прям боятся этих границ они прям раз и перепрыгнули раз и убежали к концу и таким образом граница не смешалась они ее на месте и оставили то есть в сторону в бок у меня движений достаточно много как вы видите то есть их не два три их в районе десяти чем сложнее сочетание тем дольше мы над ним пыхтим дольше оно выполняется по времени потому что этих движений нужно сделать больше вот у меня там волосня какая-то прилипла по левой стороне но здесь в целом все меня устраивает так мы это чуть-чуть вот здесь вот у меня есть микро границы я ее подрастоптала и все и вот если вдруг мне все таки не хватает темноты или яркости я могу поставить либо на кончик цвет либо у основания сейчас сделаем еще темнее начало таким же образом как я показала заплаточку здесь промою сейчас пока что и сделаем заплатку то есть я как раз в своем случае делала эти заплатки чтобы мне прям очень темным очень темным было начало чуть-чуть прям наношу протираю кисточку и начинаю втаптывать границу не от самого начала а прям от границы но прям втаптываю ее и вот у меня уже еще темнее стало начало то есть вот такими мелкими штучками мы можем себе создать красивый растяжку сочную и не тратить время на дополнительные слои так перекроем топом и в целом наше сочетание готовы готовы когда вы например захотите сделать сочетание с блесткой тоже вернусь к этому моменту если у вас блестка будет на основе прозрачной как она частенько бывает то вмешивать в камуфляж это прям самый кайф а если вдруг вы возьмете блестку но при этом то во что вы будете вмешивать будет красной блесткой на основе красного то тогда сочетание будет сложное потому что прозрачку разбить с красным будет крайне сложно сделать плавность нужную и вот перекрыли топчиком получилась плавность топ с липкостью кстати еще такой момент у меня сейчас без липкости но топ с липкостью он тоже какие-то мелкие штучки у вас подскроет какие-то косички а с липкостью он как слеза стекляшка только наоборот подчеркнет тоже поэтому надо делать чистенько не надеяться на последующие слои которые вдруг из серии исправят они не исправят если у вас первый был косячный то последующие он все косяки подчеркнет ну вот получается у нас вот такие три симпатишки получились делайте градиентити дизайн который привлекает внимание реально любого человека даже того кто не готов себе сделать подобную растяжку но он подойдет вырвать руку и посмотрит типа вау как круто я бы не очень нравится но я себе так не сделаю в общем внимание привлекает лайков собирает много сохранений тоже дизайн классный и очень мало кто его делает действительно качественно поэтому если вы хотите научиться его делать качественно я с радостью буду ждать вас на своем будущем онлайн курсе и хотела выразить благодарность организаторам кто пригласил меня очень приятно и спасибо до новых встреч до новых встреч и